привет друзья всем доброго времени суток у нас сильный ветер будет шуметь временами порывы такие накатывают был дождь а теперь ветер но все логично было мокро должно стать сухо вот он король обмана deception монарх первый букет поели улитки а второй такой неплохой ароматный ароматный а вот что интересное расцветает это гибрид пурпураты на бицис ажиоскай бицилазурное море на котлею пурпурату такие неказистые вроде как неказистые тут просто всякие преграды виде орхидеи такой гадкий утенок такой еще наполовину как бы бесцветный распускается бицис ажиоскай она вот такая сарулейная сарулейные голубые голубые цветы ну прямо ну прямо очень много там синего моря действительно лазурного моря вот а пурпурата видимо была розовая и вот такой крест получился и еще один лезет цветонос лазит старательно 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 я ее перевалила когда-то просто всем содержанием горшка а вот видите вот они улитки вот пожалуйста я-то положила вот эти гранулы они там лежат но эту я проверила она пустая видимо уже мертвая улитка там было оставила потому что ракушкину наверное какое-то удобрение из них может достаться орхидейки достанется орхидейки это что там ракушняк это всегда известь кальций так что пустые улитки можно туда класть ракушки улитки вот в прошлом году этот шикарный шикарнейший цимбидиум был сломан просто так вот напополам весь цветонос сломала видимо птичка села я так думаю ветров таких не было а в этом году он расцветет я надеюсь расцветет так но это янконг сам уже отцвел и тут у меня цимбидиум цимбидиум один цимбидиум 2 вот тут ветер листья падают всевозможные такой шикарнейший цимбидиум такой пендент ну такой как бы с ниспадающими цветоносами он еще один будет вау они как бы эти цветочки не раскрываются полностью прям так не раскладывают свои лепестки а вот такие как бы бутушки такие полуразвернутые губа шикарнейшие вся красота губе из-за губы имею ввиду сочетание такой контраст контраст мы любим контрасты вот и название у него симбидиум протезиан дилайт трилла райский восторг триллер в переводе вот такой вот райский восторг у меня еще мелтонидиум по пути сенсит цветет тоже такой узорчатый пеструшка такая вот а вот этот симбидиум поели немножко улитки его и не успела поздно разложила гранулки вот но второй цветонос распустится а этот такой твердо четко стоящий вверх все цветоносы и он ароматный вот между прочим если мелкие цветы вот они небольшие такие где-то сантиметра 4 наверное в диаметре может 5 самый большой вот то много вероятности что они будут ароматные если цветочки у цимбидиума мелкие будем ждать второй цветонос красивые нежные такие цветы так и люблю сочетание бледно-салатного и бледно-розового или ярко-салатного с розовым а красиво привет друзья всем доброго времени суток а вот что холод и влага делает с цветами орхидей по крайней мере орхидей на розах я такого не видела таких пятен он тут еще ничего букетика вот этот весь пятнах бактериальные такие пятна от холода ночного от влаги ночью или дождик выпадает или роса что нибудь обязательно выпадает а вот пожалуйста натуральное удобрение птичкины как кошельки и вот так орхидеи питаются в природе птичий помет каких-то мышей посумов которые бегают по деревьям ящериц то что с дождем они получают как который стекает по дереву смывая все эти следы натуральное удобрение это у меня котлея патинара она вообще-то уже теперь пинг долл у меня есть еще и другая которая цветет больше как натуральная природная котлея которая входит в этот гибрид павринджиана на одной ветке много-много цветов а у этой у этого варианта всегда только пару цветоносов и они не такие многочислено цветущие цветами три только на каждом цветоносе но этого вполне достаточно красивые букеты и что входит в состав этого гибрида это волкири она котлея мусси бавринджиана вот она придает вот эту букетистость цветам и бросовола не доза ароматная красивая орхидея а не просто пинг долл она называется то ли орел си то ли патинара потом ее перезвали ксенинг пинг долл именно у этого моего горшка потерянная этикетка но я знаю как они выглядят вот также продолжает расцветать гибрид пурпураты котлеи пурпураты на гибрид бицис ажуаси по моему си да и миской да бицис ажуаси лазурное море какой-то бицци скрестили на котлею пурпурату и вот какая изумительнейшая красота получилась вот еще один цветонос пытается развернуть свои цветочки они такие ажурные что они прямо спутываются склеиваются там у нее тоже тут в смысле в этого цветоноса я вижу там эти белые ну скейлы эти насекомые вижу на листочке надо сейчас вытереть а я беру какой-то кусочек туалетной бумаги или салфетки и сбрызгиваю и протираю листок который я увидела зараженный мелдиум мелдиум нас называют мучнистая роса то есть вот ну или опрыскиваю вот кстати опрыскивала недавно следы видно на листьях и от насекомых и от бактериальных болезней там есть такой порошочек и с удобрением можно смешивать у нас это это средство это порошок этот с удобрением и обрыскивать орхидеи так делают у нас орховоды за одну так сказать и вот она бактериальные пятна тоже сразу появились после расцветания и это еще не все не все бактериальные пятна вот вот какая красотища у меня расцветает огромнейшие цветы огромнейшие шикарный совершенно букет но он будет вот только расцветает расцветают бутоны эти один за другим на огромном цветоносе но в этот раз он не такой уж высокий полметра а раньше был бывал и с меня ростом но солнце не хватает смотря какое время года это котлея расцветает вот что и тоже бактериальные пятна от холода а вот эти вот последние цветы вот этот цветок расцвел без бактериальных пятен потому что я стала заносить в дом на ночь причем заносить приходится сразу два горшка потому что что у меня тут получилось они стояли на полке долго не двигались эти горшки и корни вот этого гибрида который я сейчас показываю как он цветет это гибрид шамбурки и супербенс на котлею стефен улева фурака уникальнейший совершенно гибрид и короче корни его вот в соседском горшке оказались передние корни и теперь но все равно нужно пересаживать оба горшка поэтому я побрызгала эти все наружные корни водичкой сейчас еще побрызгаю чтобы они смягчились и отклеились от поверхности горшков и те корни и другие я их одновременно выну оба эти растения и как-то там посмотрю как разделить вынуть вернее корни этой котлеи отсюда из горшка соседней орхидеи это не котлея это эпидендрум вот это вот вот этот да поздно я заметила но там такая полка была высокая и трудно было разглядеть что там происходит а когда я уже двинула их оказалось что они поженились друг с другом этот эпидендрум он как раз и три новых роста растит он один второй третий там внутри между бульб старых вот так вот да ну и это шамбурки супербенс красивенная с огромным букетом цветов на высоченном высоченном цветоносе вот поэтому гибрида такой высокий цветонос совершенно шикарная шамбурки теперь почему-то лилия ее называют многие шамбурки перезвали теперь они лилии чего они лилии мы так привыкли шамбурки так красиво ну вот так вот так вот она мексиканская лилия или шамбурки вот и форма бульб такая как у этой шамбурки супербенс только листья наверное поуже да ну а второй гибрид очень знаменитый у меня тоже есть стефен олива фурака похожие цветы а вот губа губа этой вот лилии шамбурки супербенс и это кстати этот гибрид у меня горшок номер два того же самого гибрида первый я уже показывала и жаловалась раньше недавно вот отвалился новый рост с цветоносом показывала цветонос там немножко эти цветочки расцвели на отвалившийся бульбе что меня очень удивило я показывала эту всю историю но самое главное что укореняется бульба вот замечательный такой зелененький новенький корешочек растет но единственное меня беспокоит что лист желтеет не знаю не знаю не знаю я и удобряю я и поливаю эту бульбу и она вон имеет тенденцию к набуханию новых ростов новых бульб тут и с этой стороны ну вроде бы как бы надежда есть так скажем вот будем ждать я всегда ее поливаю эту бульбу не даю ей сохнуть и пожалуйста и корешок растет может даже и больше там корешков но тот что на поверхности только один вот так эта бульба отвалилась у первого номер один этого же самого гибрида у меня их два я когда-то их разделила а теперь у меня их два и третий растет из бульбы вот ну продавать буду дорого на ebay когда я буду продавать на аукционе конечно и там уже да ну надо чтобы для этого эта котлея зацвела и очень красиво зацвела и тогда это будет дорого только при одном условии вот все таки я добыла себе стручок пунсианы вот этими красивыми деревьями я все улюбовалась такими пышными шапками охапками красно-оранжевых цветов вот и все сокрушалось что могла бы давным-давно посадить все мечтаю об этом дереве все никак не посажу ну короче вот надо только добыть семена и посадить маленький горшочек и ждать когда вырастет большое дерево а вот какая у меня красота вау как я люблю этот цимп это вообще уникальный цимбидиум совершенно потрясающий это гибрид природных цимбидиумов мультава как он называется я уже забыла вот цимбидиум мультава инфраред пивякт чакуа вот такой пивякт чакуа почему я так радуюсь потому что у меня наконец-то вырос целым этот длинный красивенный метровый цветонос всегда что-то с ним случалось какая-то птичка села или надгрызла или может кот ломал половину цветоноса и всегда у меня было три цветка максимум а в этот раз сколько их много да ну и все сэмбидиумы в основном они и в астралии природные но в основном это азия южная азия южная южный китай там эти все они не непал вьетнам гибрид цимбидиума трясианум есть такой вот позже всего похож на трясианум но может быть и лавианум и янсуняй инсайн много похожих природных цимбидиумов ну и это вот гибрид их каких-то парочку природных цимбов всем добра и света скорой победы украине а